Коротко о фруктах в моей семье. Офигеть! ПП! Истинное ПП, знаете? Зеленовый хлебушек. Это теперь у нас фрукты такие, да? Правильное питание. Викторинчик. Пора кушать. Папа купил это только сегодня утром. Была вот такая гора. Что осталось? Мамка! Я теперь худею, ты в курсе? Будешь со мной худеть? А то он уже задницу отрастил, да? Да ты вообще, блин, красотка. С бантом, как будто пила долго. Давай снимем. Ой, умничка. Ну что, будем надевать? Наденем? Пойдем наденем. Пойдем, пойдем. Моя собака это ходячий анекдот. Как обычно мы надеваем ей вот эти штучки? Обычно происходит с расческой. Но мне дико лень ходить за расческой. Поэтому вот так вот. Блин, ну нахрен нам его купила эти розовые? Ну, умка, посмотри на меня. Классно. Ну как? Нормально? Умка. Нормально? А тебе идет. Что, недовольная такая? Ну, что будем делать? Итак, так я поставила свои цели приводить в порядок не только мой вес, тело, но и свою кожу. Я решила все-таки пойти через собственный принцип. Если я хочу нормальное тело, нормальную, хорошую фигуру, то нужно иметь еще и нормальную кожу. Не попы. Можно и попы, конечно, но лучше лица. Так, кремушок, мицеллярка, маска. Все. Я так вот не кидею. Театральный. Я ела в колбакне. Ну, так садись и ешь. И в первый же день моей стройной недели семья решила заказать пиццу на ужин, потому что маме не готовить. Нет, я ее не осуждаю. Я даже рада, что заказали пиццу. Но, блин, пицца, ребят. Это святое. Итак, прекраснейший рецепт чая. Запоминайте. Имбирь, лимон, корица, мед, мята. Вот это охренительный рецепт. И чай зеленый или хотя бы какой-нибудь фруктовый. Ой, сейчас что мне в задницу-то уйдет. Жуть и прелесть одновременно. Я не знаю, кто я. Пицца-люб или суши-ман? Я, честно, без понятия. У меня вообще, я люблю больше суши, наверное, потому что суши, они как-то более отличаются, чем пицца. Пицца вся, в принципе, одинаковая, если уже брать так, типа, рубить. А суши, они все разные. То есть, никогда нет одинаковых. Вкусы разные. И даже если просто начинку чуть-чуть поменять, уже другой вкус. Поэтому я люблю больше суши. Всем привет. Сейчас я нахожусь у дедушки. И да, не удивляйтесь, у меня новый цвет волос. Вот. И сейчас я пришла в комнату к самому милому созданию, которое я увидела за последнее время. За последний месяц, наверное. Кошечка. Котенок, девочка. Клепа ее назвали. Вот. И сейчас я покажу вам это милое создание. Клепочка. Познакомьтесь. Это Клепа. Клепочка. Клепа. Я сначала думала, что Клепа Клеопатра, а потом, типа, Клепа Клепенция, оказывается. Я такая, блин, это как будто, знаете, как энцефалитный клееч Клепенция, что-то вот такое. Клепочка. Клепочка. Она маленькая еще совсем. Девочек, маленькая. Пуфистая красотка. Де? Де. Она любит играться. Очень любит играться. Иди. Кто любит играться? Кто любит играться? Ха. Вот. Она очень такая кисю неподвижная. Клепа наша очень любит играть. И она гладит с другими котами. Вот Клепочка. Клепа. И что ты делаешь? И что ты делаешь? Что ты делаешь? Клепа. Клепа. Да? Клепа. Она еще умеет стоять на задних лапах. Наша Клепа немножечко в развалочку. Хоть чуть-чуть, видите? И шатает. С лапками что-то. Спит наша Клепа тут. А раньше спала в коробке. Вот в этой. Ну, боже, пускай сама подходит. Да. Ну, он остынет сейчас. Это будет не вкусно. Может, я его сюда, но в эту чашечку. Ну, давайте попробуем другую чашечку. Куда? 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 Ну, че ты ко мне идешь? А это ушастый. Его хрен найдешь? Видите, он сразу убегает. Ушастый. Убежал. У нас тут у дедушки свои ягоды растут. Хвостик. А, хвостик. Саш, сколько ей ты кукле лет? Ты ее где достала вообще? Мне ее дедушку подарил на Новый год. У меня такие же были въезды. Совсем въезды. Нет, вот такие вот шарниры тут еще не было. Ну, похожие. Че кашеваришь? Делаю лапшу в папе. Что вы смотрите? Дети. А что за фигня? Еще там волки. И... Дайте там. Салат, чай, ютубчик. И переписка с моим мастером по проколу. По пирсингу. Вот, прекрасный вечер.